Всем привет! С вами Стас, подробный видос о 808 басе. Если вы новичок, он вам точно будет полезен. Возможно, вы станете мастером 808 баса после этого видео. Как обычно, подробнее о моем видеокурсе, либо у меня в личке, либо в конце видео. Приступим! Если вы хотите, чтобы я делал больше подробных видосов по какой-то конкретной теме, то обязательно напишите об этом в комментариях и ставьте лайк, и поделитесь этим роликом, это мне помогает особенно сильно. Где же взять этот 808 бас? Даже не знаю. Возможно, стоит сходить в мой паблик ВКонтакте, скачать проекты битов от видосов, распаковать их в какую-то папку, и вы получите не только лишь 808 бас. Предположим, что бас у нас уже есть. Как его добавить? Options, File Settings, жмем на папку, выбираем эта папка, жмем ОК, и эта папка появилась у нас в браузере. Вот у нас есть басы, но как их выбрать? Очень просто. Вот это плохой бас, и вот это плохой бас. У этого какой-то дурацкий посторонний звук, а этот гуляет по панораме излево-вправо. Лучше взять изначально неплохой сэмпл, чтобы потом его самостоятельно испортить, чем взять сразу испорченный сэмпл и пытаться с ним что-то хорошее сделать. Короче, ищите нормальный сэмпл. К примеру, вот это мой любимый сэмпл, я использую его регулярно. Или вот этот. Тоже очень даже неплохой сэмпл. Еще очень важно, что бас это скорее мелодический, чем ударный инструмент, поэтому нам нужно его писать в тон к нашей мелодии. Как это сделать? Предположим, вы взяли бас и прописали его по тону нашей мелодии. А он не в тон. Что такое? В чем проблема? А все очень просто. Нам нужно зайти в его настройки Edit in Audio Editor. Открываем его в Edison. Жмем вот сюда вот. Выбираем Detect Pitch Regions и узнаем, что его корневая нота D-Sharp. Она же Rediest. А у нас здесь корневая нота выставлена C5. Это значит, что когда мы нажимаем C5, на самом деле играет не C5, а D-Sharp играет. Для этого правой кнопкой мышки тыкаем в этот самый D-Sharp. Видим, что надпись здесь поменялась. Root Note D-Sharp. И тогда, когда мы нажимаем на до, а на же C, мы слышим до. И теперь все в порядке. Бас звучит в тон. Но, забегая вперед, если даже после всех этих манипуляций бас у вас все равно не в тон, то тогда вам нужен плагин, который так и называется. Не в тон. Но на самом деле он называется Newton. Как его вызовут? Нажимаем правой кнопкой мышки на бас и Edit in Pitch Corrector. Или то же самое мы можем сделать из браузера. Правой кнопкой мышки и Edit in Pitch Corrector. Что в нем можно сделать? Например, мы можем двигать нотки, в принципе, вот так вот взять. И вот мы все привели к до диез. Еще мы можем с помощью вот этих трех очень важных крутилок их привести к максимально близкому полутону. То есть, когда центр на максимум, то он смещает ноты ближе к центру какого-то конкретного тона, какой-то конкретной ноты. И с помощью Variation мы убавляем изменение амплитуды питча внутри звука. То есть, мы получаем абсолютно ровный звук против... То есть, тут звук гулял по высоте тона, а здесь он остается на одной высоте тона. Также мы можем этот сэмпл сохранить, типа Save S. Или просто взять и вот так вот перетащить куда-нибудь, например, вот сюда. И очень важно, что иногда не стоит вот так вот выправлять бас, если у него слишком большие проблемы, потому что это может скрутить звук просто в какой-то бараний рог и легче иногда найти хороший сэмпл. Но иногда можно применить такой подход. Еще супер важный момент. Нужно включить Cut It Self. Зачем? Сейчас покажу. Смотрим на полифонею 10 голосов баса. То есть, бас сам на себя наложился 9 раз, и мы получили вот эту фигню. Включаем Cut It Self. И как звучал один бас, так и продолжает звучать один. Чтобы он сам на себя не накладывался и не начинал вот такой вот звук делать. Самый легкий и простой способ прописать бас, это взять нотки кика и вставить их в бас. И просто раскидать по высоте тона, которая нам нужна. Еще если кик с басом звучат постоянно одновременно, и вы хотите немножко выделить кик, то тогда нам не нужно делать сайдчейн, достаточно настроить envelope. То есть, делаем вот так. Все на минимум, кроме холда. И с помощью атаки, немножко и дилея чуть-чуть, настраиваем свободное место под кик. Еще очень важно, нужно продлить нотки. Если мы их не продлим, то получим вот такой звук. То есть, бас станет коротким. А если мы их продлим, то он станет нормальным. Длинным. То есть, вот так сделать, конечно же, не надо. Достаточно супер маленького дилея и небольшой атаки. Еще иногда такое бывает, что кик с басом упорно не хотят сочетаться. В таком случае, можно попробовать нажать Reverse Polarity. Потому что, я вам уже говорил про то, что два кика между собой могут не сочетаться по фазе. То есть, они противофазят друг у друга. У кика и баса такая же фигня тоже может быть. Ну и когда вы прописали всю партию баса и до сих пор не уверены, в тон ли он, поднимите его на одну или на две октавы вверх и... На более высоких звуках гораздо лучше слышно, в тон бас или нет. Вообще, я вам рекомендую собрать набор 100% нормальных 808 басов. Ну, где-то десятка вам точно хватит на все треки, чтобы вы каждый раз не искали себе новый-новый бас в куче мусора. Если вы хотите выделить кик посильнее из баса или выделить его еще из других инструментов, то нужно сделать сайдчейн. Я делаю его всегда одним и тем же способом. На кик вешаем пик контроллер. Настраиваем его таким образом, чтобы вольюм был минус сколько-то процентов, бейс был на 50%. Пока больше ничего не трогаем, включаем воспроизведение. Видим, как громкость отрисовывается. Нам нужно сделать, чтобы она выглядела примерно... Вот так вот. То есть, чтобы она максимально быстро падала и быстро возвращалась. Это все настраивается крутилками вольюм, теншн и декей. Вот так, лучше всего. Теперь мы идем на канал с басом и вешаем на него лимитер. Правой кнопкой мышки жмем Gain, Link to Controller. Смотрим надпись Fruity Pick Controller, канал Tick и параметр Pick. Еще обязательно выключаем Remove Conflict, сожмем Accept и видим, что вот так вот это все отрисовывается у нас в лимитере. Чтобы убавить этот эффект, достаточно вот тут вот V-Drive покрутить. Еще не стоит забывать про настройки, которые доступны нам в FL Studio 20 и более ранних версиях. Конкретно здесь продолжительность. Можем открутить, сделать нотку покороче. Можем ее сразу перегрузить. Можем отпилить ей вверх с помощью вот здесь вот фильтра. Это... Вот это резонанс. Ну и, конечно же, Envelope. Это очень важно. Все остальные настройки я уже делаю на микшере с помощью плагинов, но об этом через минутку. Разнообразить бас можно несколькими способами. Давайте перенесем его в новый паттерн. И добавим его в плейлист. Вообще, это, конечно, во-первых, слайд-ноты. Но про них я подробнее рассказывал в видосе про Piano Roll. Так что обязательно его посмотрите. Ссылка по подсказке. Вот, например, вот так. Ну и, конечно, пробежки. То есть, роллы никто не отменял. Вот так, по-моему, звучит интереснее. Все это можно тоже слайд-нотами сдобрить. То есть, мы берем два паттерна. Они полностью одинаковые. Только за счет двух вот этих слайд-нот они отличаются. То есть, здесь просто пробежка возвращается вниз на свою основную ноту. А здесь сначала идет гораздо выше, а потом идет на две октавы вниз. Еще для разнообразия мы можем сделать, наоборот, упрощенный паттерн баса. Снова берем нотки кика. Вставляем его в бас. И снова раскидываем по нотам. И так получаем два паттерна баса. Еще мы можем сделать второй паттерн баса на другом басе. То есть, чтобы звуки между собой немного отличались. Для этого нам нужен envelope, настроенный на одном басе. И обязательно envelope, настроенный и на втором басе. Просто копируем его партию. Ctrl-C, Ctrl-V. И отсюда удаляем. Получаем. Получаем уже отличное звучание. То есть, это уже какое-то разнообразие. Теперь обработки. У нас уже был включен Wave Shaper. Отключаем его, кликнув правой кнопкой мышки по центру огибающей. И добавим остальные плагины. Это Озон Эксайтер, Декапитатор, Озон Имайджер, Дециморт, Фрути Эффектор и Эквалайзер. Приступим. Чтобы получить просто жирный перегруз, в общем-то достаточно Wave Shaper. Просто тянем огибающую наверх и готов. Если хотим просто слышимого на мобилке, но не перегруженного баса, то это Эксайтер в режиме форм. Левые два бенда можно смело поднимать. Так будет круче. Если этого не хватает, переключаем на Dual Triod и чуть убавляем как усиление, так и соотношение Wet Drive. На декапитаторе и того проще. Drive – перегруз, Low Cut – срез низа. Однозначно не рекомендую его сильно трогать. High Cut – это срез верха, Dark Bright – звонкое, либо глухое звучание. Это были первые варианты просто перегруженного звука. Чтобы сделать звук low-fine и звенящим с помощью дециморта, нужно просто повернуть самую большую крутилку, пока все совсем не зазвенит, и убавить Drive-Ed. Еще рекомендую после этого прибрать вверх эквалайзером. Расширить звук имиджером из озона тоже просто. Включаем стереоайз и поднимаем два средних бенда, но не выше 50. Ну и кроссовер наверху со 140 Гц сдвигаем на 200, чтобы все, что ниже 200 Гц, было в моно. Чтобы вместо дециморта Low-Fi и двух эффекторов, перемещаем его крестовину налево-вниз и отключаем байпас и включаем Low-Fi. По нижней грани ведем крестовину направо и подкручиваем Drive-Ed. Вот так все звучало без эффектов. А так звучит с обработками. Если пользоваться эффектами умело, то можно придать басу вообще любой характер. Ну и самое главное, следите за громкостью 808 баса, чтобы он не превратил в плоский блин все остальные ваши звуки. В общем, на этом у меня все. Если вам понравился такой урок, то поставьте лайк и напишите в комментариях о том, чтобы я делал более часто подробные такие видеоуроки по какой-то одной теме. И самое главное, поделитесь этим роликом в своих социальных сетях. Этим вы мне очень сильно поможете. И как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс. Подробнее о нем узнать вы можете у меня в личке. Ссылка на меня в описании. Он стоит 3290 рублей. Он от А до Я из трех частей. Пишите мне прямо сейчас. И подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Посмотрите вот этот видеоурок, вот этот видеоурок. А теперь идите и примените свое мастерство 808 баса в новом бете. И пусть он будет крутым. Все. Пока. С вами был Стас. Увидимся в следующем видео.